Итак, ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу, что делать, если ваш ноутбук перестал включаться, либо не реагировать на кнопку включения. Поехали! Да, кстати, если у вас стационарный компьютер с такими же дефектами, то у меня есть отдельное видео по этому вопросу, где я также подробно расскажу, как решить эту проблему. Ссылка будет справа вверху и в описании. Представим ситуацию. Вы приходите домой, пытаетесь включить свой ноутбук, но ничего не происходит. Что же делать? Поверьте, что не стоит поднимать панику, так как в большинстве случаев дефекты такого рода можно устранить примерно за 10-15 минут. Не торопитесь снести ноутбук в сервисный центр. Возможно, вы сможете решить проблему в домашних условиях. Перед тем, как начать что-то делать, вспомните, что предшествовало беде. Возможно, у вас уже происходила такая ситуация. Или батарея ноутбука стала быстро разряжаться. Или у вас поврежден кабель от блока питания. Или ноутбук перестал включаться после переустановки Windows. И уже основываясь на этих данных, делайте соответствующие выводы. В какую сторону возникновения дефекта смотреть. Если же у вас ничего не происходило, и дефект проявился внезапно, то вам повезло. Просто следуйте дальнейшей инструкции. Первым делом попробуйте зарядить свой ноутбук. Подключите его к блоку питания и подождите минимум 15 минут, после чего пробуйте его включить. Если ничего не произошло, то взгляните на блок питания, горит ли там лампочка зарядки при подключении к ноутбуку. Также проверьте, не сломан ли у вас разъем на блоке питания. Часто бывает так, что разъем расшатывается, либо переламывается. Ну и обратите внимание на разъем, который расположен на самом ноутбуке. Слетевшая операционная система Windows тоже может являться причиной того, что ваш ноутбук не включается. Но тут стоит обратить внимание, что изображение на экране у вас есть. Вот только загрузка не идет. Как понять, что Windows слетела и что с этим делать? Винди конец, если при загрузке у вас появляется синий экран смерти, если загрузка висит на логотипе Windows, если появляется вот такая вот надпись. Либо тупо после загрузки Windows появляется черный экран. Очень важно заметить, что идентичные дефекты проявляются при неисправном жестком диске. При неисправной работе Windows самый быстрый способ решить все проблемы это переустановить ее. Поверьте, это гораздо быстрее, чем чистить Windows от вирусов или восстанавливать файлы после неудачных обновлений. Но как это сделать? К счастью, у меня есть отдельное видео по этому вопросу, где я подробно рассказываю о том, как правильно переустановить Windows. Ссылочка будет справа вверху и в описании. На ноутбуках очень часто слетает Windows еще по причине того, что в момент обновления ноутбук не был подключен к блоку питания. Батарея разрядилась, соответственно, ноутбук выключился, что привело к неправильной установке обновлений. Данная проблема решается также переустановкой Windows. Если же у вас нет механических повреждений кабеля блока питания и разъема на ноутбуке, то можно вытащить батарею, если она, конечно, съемная. Далее подключите ноутбук к блоку питания и попробуйте его включить. Если ноутбук включился, значит у вас неисправна батарея. Если же до сих пор у вас ноутбук не включился, возможно дело в программном сбое оперативной памяти. Для того, чтобы решить проблему, нам нужно перезагрузить устройство. Для этого вытащите батарею из ноутбука, подключите ноутбук к блоку питания и удерживайте кнопку включения в течение 10-20 секунд. После чего пробуйте включить его в стандартном режиме. Если это не помогло, тогда, возможно, у вас завис BIOS. Такое очень часто бывает именно на ноутбуках, которые выключаются в самый неподходящий момент из-за съевшей в них батареи. BIOS нужно сбросить. Но как это сделать? Очень просто. В большинстве ноутбуков есть крышка на задней части корпуса. Под ней находится батарейка BIOS. Ее нужно вытащить примерно минут на 5. Затем поставить обратно. Это сбросит настройки BIOS по умолчанию. После чего попробуйте включить ноутбук стандартными способами. Кстати, на батеринских платах ноутбука есть специальные контакты, при замыкании которых также сбросится BIOS. Проблема лишь заключается в том, что они расположены в труднодоступных местах. Для того, чтобы их найти, обычно производитель оставляет специальные надписи. Такие как Clear KMOS. Если вам лень искать самому, вы можете просто загуглить свою модель в интернете и дописать Clear KMOS. Если сброс BIOS не помог, тогда возможно у вас зависло или пришло в негодность какое-то устройство. Если какое-то устройство неисправно, то ноутбук может не включиться. Очень часто ломается жесткий диск. На большинстве ноутбуков он расположен под задней крышкой корпуса. Нужно всего лишь открыть крышку и достать его. После чего пробовать включить ноутбук без жесткого диска. Помимо жесткого диска часто сбыт оперативная память. Она также находится под задней крышкой ноутбука. Откройте крышку, достаньте планки, посмотрите на состояние их разъемов. Часто на них скапливается грязь. Их можно протереть, к примеру, ваткой со спиртом. Если же с разъемами все хорошо, попробуйте поменять планки местами, после чего включите ноутбук. Ну и последняя из самых распространенных проблем это шлейф кнопки включения. Очень часто бывает так, что он вылетает из разъема. Обычно кнопка включения ноутбука расположена на верхней части корпуса. Под ней идет шлейф, который присоединяет кнопку включения к материнской плате. Шлейф фиксируется специальным зажимом, который может отчелкнуться при падении, например. Для того, чтобы поставить шлейф на место, вам придется снять верхнюю крышку ноутбука. Если у вас прямые руки и вы решились на это, то посмотрите инструкции на ютубе, как правильно разбирается модель вашего ноутбука. Разберите его и проверьте, правильно ли подключен шлейф к материнской плате. Помните, что в некоторых моделях для того, чтобы добраться до этого шлейфа, придется разобрать ноутбук полностью. Подумайте несколько раз перед тем, как что-либо делать. Это были самые распространенные причины того, почему не включается ваш ноутбук. Устранение данных дефектов не занимает много времени. Если же все перечисленное вам не помогло, значит у вас более серьезная проблема и вам придется обратиться к специалистам. Обязательно пишите в комментариях, суть вашей проблемы и удалось ли вам включить ноутбук. Я отвечаю на все комментарии и обязательно постараюсь вам помочь. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.